Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о AMI BIOS или MI который установлен и на стационарных компьютерах и на ноутбуках Итак, включаем компьютер У меня данная версия BIOS установлена на стационарном компьютере Поэтому запускаем его Нажимаем кнопку Delete American Mega Trends Именно кнопка Delete запускает данный BIOS Если это ноутбук то вполне вероятно это кнопка либо F2 либо F3 Я, к сожалению, не могу ответить на данный вопрос какая именно горячая клавиша Но я ранее создавал уже видео о том, какая горячая клавиша может быть Итак, что мы сегодня будем делать? Давайте для начала посмотрим каким образом каким образом нам установить заводские настройки BIOS Для этого существует раздел Exit и, соответственно, пункт меню Lot Setup Defaults Для того, чтобы установить заводские настройки просто нажимаем Enter и затем нажимаем OK После того, как настройки заводские установлены нам необходимо нажать Exit and Save Change Нажимаем И, как написано Будут сохранены настройки вместе с выходом из BIOS То есть нажимаем кнопку OK И после перезагрузки компьютера у нас будут установлены заводские настройки Кстати, заводские настройки можно также установить если вытащить батарейку из корпуса вашего ноутбука либо стационарного компьютера Следующее Как установить загрузку с флешки Для этого существует раздел Boot В этом разделе есть такой раздел Boot Device Priority То есть это приоритет загрузки Выбираем его И в данном разделе Вот, например, идет первый, второй, третий Первый загружается у нас жесткий диск Второй Floppy Это дискеты Ну, у меня старый стационарный компьютер Поэтому здесь еще даже дисковод есть Затем загружается CD-ROM Соответственно, если вы Скорее всего подключите флешку либо CD-диск с операционной системой то он не загрузится Потому что в приоритете у нас стоит жесткий диск Итак, для того, чтобы изменить приоритет мы жмем кнопку Enter И здесь выбираем Например Атапи CD-ROM То есть теперь у нас загружаться будет в первую очередь информация с диска Либо CD либо DVD Если же нужно установить приоритет на флешку Для этого мы выходим из данного раздела Находим Hard Disk Drives Нажимаем Enter Как видно у меня идет сначала загрузка HDD А уже затем установленная флешка Еще один важный момент Флешку нужно подключать в USB до того, как будет включен компьютер Иначе здесь она не определится То есть если вы флешку подключили после того, как загружен BIOS то флешку вы здесь не увидите Чтобы установить приоритет на флешку нажимаем на первом Drive Enter И выбираем наш USB носитель В данном случае это флешка Теперь нажимаем кнопку SK Заходим Boot Device Priority и видим И видим что у нас третий Третья загрузочная строка Это USB Verbatim Story Это моя флешка Чтобы установить ее в загрузку нажимаем Enter на этапе CD-ROM и устанавливаем нашу флешку Как видно флешка установлена Если на флешке установлена операционная система либо какое-нибудь загрузочное приложение то оно будет загружено до операционной системы Приоритет мы установили Давайте посмотрим что у нас еще есть интересного Например если мы хотим посмотреть температуру нашего оборудования заходим в раздел Power а затем Hardware Monitor И как видно здесь есть температура нашего процессора материнской платы скорость вращения вентилятора а также вольтаж И для того чтобы нам сохранить все эти настройки в данном случае мы изменили только приоритет на флешку соответственно нажимаем раздел Exit и выбираем Exit and Save Change выбираем и нажимаем ОК Происходит перезагрузка компьютера И как видно у меня загрузилась флешка данную флешку я сам создавал у меня здесь куча просто различных утилит это вот как видно Hierons Boot CD здесь же можно выбрать Continuum ну у каждого своя флешка поэтому нельзя сказать что именно у вас там установлено когда система переустановлена не знаю с какой целью вы устанавливали приоритет мы обратно заходим в настройки BIOS приоритет с флешки снимаем вот в принципе все опять же нажимаем Exit and Save Change и соответственно запуск Windows BIOS на этом все надеюсь что я помог с небольшими настройками MI BIOS спасибо за просмотр и всем пока пока